Я нахожусь рядом с центральным аэропортом Еревана Звардноц, в который сейчас сотнями прилетают российские граждане, не желающие вступать в путинскую армию. Большинство из них боятся и не знают, что будет дальше. И мы с ними поговорили. Почему решили уехать? Ну, очевидно, события не очень радостные, так говоря. Я реально, да, я реально сюда планировал приехать отдохнуть. А обратно пойдете? Вот я думаю пока. То есть я прилетел, как бы я сейчас посмотрю, если у вас тут прикольно, как бы, то можно и целом остаться. То есть это реальная рабочая командировка, и мы были сами в шоке, когда это совпало с выездом. А когда билеты купили? Вот как Путин выступил, сразу и купил. Ну, у меня несколько знакомых построили, уезжают, просто с ним даже пообщался, как-то коллективное решение у нас было. Так дал, и вы на противе, если? Окей. Не секрет, какая у вас категория военного билета? Ограниченно годен категория военного. И вы не боитесь быть призванным, если вернетесь? Я больше сейчас переживаю за своего брата и отца. Вот, у которых не было возможности уехать. В военном билете категория В, но, насколько я понимаю, сейчас такая ситуация, что там вообще грибут всех подряд, типа, а уже потом будут разбираться, вот. Ну, плюс там такие разговоры идут, что волн этих будет несколько, поэтому, ну, типа, там все очень непонятно и все очень недоверительно, так сказать. Ограниченно годен. Би. Би. Ну, их сейчас есть информация, что тоже призывают бить? А, да, призывают. Призывают всех, я думаю. А у вас есть военный билет? Есть. Вас могли бы призывать, то есть? Кто поймет их, знаете, там такой бардак, что вроде как бы сразу не должны, но, честно говоря, ничего не понятно. Какая категория у вас билета? Если бы я его помнил вообще-то. Я не служил и никакой специализации у меня нет. Но боюсь, что это может никого не интересовать. У них же задача собрать, как бы, ну, поставленное количество. Я, ну, как офицер. Военная кафедра? Да. Вы когда границу проходили, были какие-то вопросы? Задавали вопросы про... задавали вопросы, меня спросили, какая цель моей поездки. Ну, как бы, я честно вот изначально отвечал, как есть, вот. То есть я реально планировал сюда в отпуск. Спросили, военные ли обязан я. Спросили... Спросили, получал ли я повестку. Там граница проходится на дату покупки билета. То есть нам не задавали вопросы, а потому что билеты были куплены заранее. Что спрашивали? Получал ли я повестку? Категория годности. А вы получали? Нет, я не получал. Я не получал повестку. Ну, народу было много, просто по очереди. Ну, всех мужчин, в том числе, меня. Спрашивали, когда купили билет. Просили подтвердить электронным видом, видимо, чтобы не подделывали бумажку. Потому что это сейчас тоже стало модным. И потом отвели в какой-то угол. Спросили тоже, когда купили билет, служил, не служил, приходила ли повестка. После... Довольно формально. Ну, вообще, очень свободно. Я прошел, не знаю, за 15 минут, может быть, за 20, максимум. Да. Вас не спрашивали на границе, почему летаете? Какие-то дополнительные вопросы? Ну, там проверили, что типа там... Я так понял, что они там проверяли с военкоматом что-то. Вот. Но так как я повестки не получал, ну, то есть я не нарушаю никаких законов. Я просто, проходя, слышал, что какая-то женщина терзала парня. Почему он взял в этот день за такие деньги и так далее. Вот. Но это, я думаю, зависит от личного энтузиазма сотрудников. Что вы думаете по поводу мобилизации в России? Мы думаем, что когда отправляют людей, которые не хотят никого убивать, и заставляют их убивать ни в чем не повиня из других людей, это категорически расходит с нашими ребятами. Потому что в 21 веке давно должно понимать, что никого убивать нельзя. Когда вы обсуждаете между собой на кухне. Когда каждый член твоей семьи пребывает в шоке. Когда тот, кто рисовал себе Z на груди, понимает, что теперь его кинули. Ему обещали смотреть телевизор. Ему не обещали идти в окопы. Ему обещали смотреть телевизор. И радоваться победам через телевизор. Но не в окопе сидеть. Сидеть в окопе это совершенно другое. И была бы причина сидеть в окопе. В 21 веке я не вижу таких причин абсолютно. И нет ни одной темы, по которой нельзя было бы не воевать. И можно было бы договориться. Есть прям знакомые, которые получили повестку. Я вот не знаю, только почему-то вот у очень, очень как-то у нас получается, что страх сказать что-то против очень пересиливает страх смерти. Я вот этого не понимаю. И все как-то таким небольшим стадом идут. И никто даже не возмущается. Зная как работает наш военкомат, они сначала присылают, а потом разбираются. То есть это работает обычно так. То есть у нас даже в Москве у них в основном базы какие-то документов бумажные. И насколько я знаю, по крайней мере последний раз, когда я в военкомате был, у них все на бумагах. На компьютерных... То есть если военкомат сгорит, то... Ну, грубо говоря, да. Как вы считаете, родине что-то угрожает? Да. Угрожает. Больной империализм. Во всех его проявлениях. Его не должно быть. Вообще. Родина, как сказал у нас один известный музыкант, это не жопа президента. Вот. Поэтому как бы нужно немножечко разделять родину, страну и, соответственно, правительство и вот это государство. Вот. Если государство и правительство, оно ставит себе целью... Такие... Нет, ставит себе такие цели, что они противоречат как бы, ну, благу народа, то это вообще... Я отказываюсь такому государству подчиняться. Ну, в общем, ей угрожает Путин, естественно, со всеми своими соратниками. А так, извини, я думаю, нет. Никого убивать нельзя, а нападать на другие страны крайне плохо. Сложный вопрос. Мне кажется, каждой родине что-то угрожает. Ну, я вообще уехал еще в начале марта сразу. А куда уехали? В начале на Шлиланд. А сюда вы из Шлиландии или из Москвы? Я уехал, да, я вернулся, потому что у меня были какие-то дела, я хотел побыть немного, повидать родных и так далее. Ну, и надолго не смог задержаться. Честно говоря, я не планирую возвращаться, но куда я поеду дальше, я тоже пока не могу сказать. Вส Екатеринальный блог Доктор